Из Железногорска приехал только с одной целью – попасть в тройку лидеров. Юноша мечтает впервые поехать на соревнования в ЦФО, поэтому в одном из первых поединков одержал уверенную победу. В первых двух или трех свадках я работаю по тактике на задавание партнеров. Когда он начинает сдаваться, тогда самое время работать. Уверенно идет к спортивной славе и Алена Стрелкова. Девушка увлечена дзюдо всего год и уже показывает неплохие результаты. В соревнованиях в первых заняла призовое третье место, бронзовая медаль. Все получается. Учусь новому. Соревнования приурочили памяти Анатолия Хандогина. Он был старшим тренером сборной юниора в Курской области. Удивительный человек был, удивительный тренер, педагог. И именно как отец с мальчишком был. Потому что многие приходят, ученики, которые у него тренировались, мастера спорта, отдают дань свою, дарят детям подарки, приносят уже старшее поколение. На татаме сошлись около 150 спортсменов из разных районов области. Ребята, которые покажут лучшие результаты, будут представлять наш регион на первенстве Центрального федерального округа. После ЦФО там интересная история, потому что этот возраст в личных соревнованиях не выступает. Он выступает только в команде. Если у нас представитель нашего региона или другого региона выигрывает ЦФО, то он попадает в команду и уже в команде борется на первенстве России. Соревнования ЦФО состоятся 24 февраля в городе Коврове. Первенство России под Зюдо намечено на конец марта. Мария Колосова, Сергей Дорохов. События дня.